ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА — Добрый день. — Все правильно, Лена? — Говорим в первую очередь о инфоруме, как заострил внимание именно на эту ударение, Николай, в первом части, который состоится в нашем городе. — 1 ноября. — Да, в первый день последнего осеннего месяца. И будет он, как Николай сказал, ориентирован в первую очередь на журналистскую братью. — На журналистов, на блогеров, на администраторов пабликов в соцсетях, то есть на людей, которые работают с информацией, работают в информполяне нашей. — Давайте такой разговор без рамок, без границ, обычная беседа, цели, задачи, как это обычно бывает. — Что это будет? — Тут надо, наверное, начать разговор о том, что напомнить, кто не помнит, кто забыл, не знает о том, что в прошлом году произошло достаточно серьезное обновление Союза журналистов. Был избран новый председатель. — В России. — В России, да. — Владимир Геннадьевич Соловьев возглавил Союз. И еще до этого, но и в связи с обновлением руководства, было объявлено об обновлении самого Союза. И вот этот инфорум или инфорум, как традиционалисты любят ударять... — Я думаю, что это без большой разницы, лишь бы он состоялся. — Да, да. — Традиционалисты — это сейчас не сексуальная ориентация, я думаю. — Я имею в виду приверженцы ударений в русском языке, скажем так. — Этот инфорум — это часть той новой, новых подходов, новых форматов работы, которые пытаются внедрить и с успехом внедряет Союз журналистов России сегодня. Это площадка, на которую приглашаются ведущие эксперты из медиа-сообщества, авторитеты в журналистике, представители секретариата руководства Союза журналистов, которые рассказывают, приглашают к диалогу вокруг самых острых, насущных проблем современного медиа-сообщества и журналистики, в частности. И с начала года такие инфорумы, инфорумы, буду специально говорить, двойственно, они прошли уже во многих регионах России. — Наш будет каким? — По нашим подсчетам будет 25-м. — О, юбилей. Но, несмотря на то, что мы уже к концу октября проживаем 18-й год, график постоянно корректируется, меняется. На сайте Союза журналистов России есть специальный раздел, специальный портал и регистрации на этот форум, и для размещения самой актуальной информации. Там висит красивая карта. Дата по городу Кирова тоже уже два раза корректировалась. Но мы надеемся, что там и скоро засветится контур карты нашего региона, для того, чтобы желающие могли зарегистрироваться. — Ну, полторы недели остается уже. — На самом деле, да, еще дополню немножечко Евгению Михайловичу. То, что инфорум будет проходить в Кирове, это исключительно заслуга, в первую очередь, правления Союза журналистов Кировской области. Это была наша инициатива, моя Евгения Михайловича. То есть города выбирались не случайным образом по России. Вы сами понимаете, что мы 25-й, а вообще у нас регионов очень много. — 85. — И то, что мы попали в первую треть... — Включили три города федерального значения. — Да. И там есть и миллионники желающие, там все что угодно. Мы обогнали другие регионы благодаря своей настойчивости, поездкам. — Настырности, я бы сказал. — Настырности. А на самом деле большому желанию, чтобы это мероприятие прошло именно у нас. Я напомню, у нас же проходили такие дискуссионные площадки, такие форумы раньше у нас в Кировской области здесь. Помните, фестивали на Семи холмах? — В рамках, да, фестиваля. — Их не было уже давно. Вот уже три года, как они не проходят. Вот мы правлением и так, и так ломали голову. Вот Николай Владимирович Голиков тоже у нас в составе правления. Как бы нам такое мероприятие возродить, сделать его интересным, насыщенным, программу. И тут так получилось, что Москва сама едет к нам, поэтому мы решили, очень глупо будет эту возможность упускать и сделали все, чтобы ребят к нам пригласить. — Причем здесь вот я хотел бы еще отметить то, что не прозвучало, то, что вот это все мероприятие, к нам приезжая, это все большей частью за счет именно Союза журналистов России. — Это все вопросы бытового, технического плана. — Ну не все, а часть вопросов. — Практически. — Часть вопросов мы берем на себя. — Основная часть вопросов, да, основная часть затрат ложится на Союз журналистов. — Все, что связано с приездом экспертов. — Мы решаем здесь только организационные вопросы, вот здесь, у нас на площадке. Это Герценко, то есть место, где будет проведение мероприятия. — Там определенные технические требования к этому мероприятию есть. — Без слова, оснащение должно быть. — Хотя, опять же, большинство аппаратур и всего прочего, они тоже везут с собой, целая специальная машина едет. — То есть везут, да, некое такое мероприятие под ключ. Сразу со спикерами, с готовыми программами. Ну, я думаю, что об этом тоже поговорим сегодня. — Ну, хорошо, да, я хочу еще вопрос задать. Хорошо, что вы сказали о том, что это ваша инициатива, и добились приезда таких гостей очень известных. Но в целом, мне хочется понять тенденции Союза журналистов России. У нее тоже большой, да, позыв к тому, чтобы ездить по регионам. — Да, да, вот именно об этом как раз Евгений Михайлович начал говорить, что когда они стали менять Союз, да, перезагружать Союз, то акцент был именно сделан на работу с регионами. — На работу с регионами, на работу с молодежью. — Ну, вот эта вот перезагрузка очень чувствуется. Я думаю, что сегодня можно еще упомянуть о мероприятии, которое недавно, вот только на той неделе закончилось, прошло в Сочи. был форум современной журналистики, где присутствовало 1400 журналистов из всех регионов России, именно региональная пресса. Были представлены, ну, все виды журналистики, там и телевизионщики были, радищики, печатная пресса, интернет, причем районные газеты в очень большом количестве. Неделю, неделю работали мы там, прошло больше ста дискуссионных и образовательных площадок. И вот тот посыл к регионам, который новый состав правления Союза журналистов несет, он прям чувствовался там. Мы не чувствовали себя ненужными, не москвичами, не модными. Нам было оказано точно такое же внимание, как и любым другим регионам и как столичным каким-то вещам. — В чем посыл этот заключается, который не субталегий? — Вообще, на самом деле, что нравится, это образовательный компонент. Приезжали спикеры в Сочи, не академики, например, не преподаватели. — Не теоретики. — Хотя и такие тоже были. И кому хотелось послушать их, конечно, ходили и занимались по этим темам. Очень большая доля была молодых спикеров. Такие, например, компании, как Rambler, Mail. Там средний возраст спикеров 25-30 лет. Совершенно новые тенденции. Причем, если мы говорим о каких-то практических вещах в работе, можно было брать прям под карандаш, на карандаш. Если мы говорим о каких-то дискуссионных моментах, там, блогеры, что это такое блогеры и журналистика. Без купюр обсуждение там любых вопросов. Любых вопросов. Ну вот обсуждался еще вопрос, что мне понравилось, по новому закону о СМИ. Вы знаете, что у нас принят закон о средствах массовой информации в 1991 году. Небольшие поправки в редакцию вносились, но качественно этот закон не менялся. И сейчас готовится как раз новая редакция закона. И, собственно, там, я думаю, что Евгений Михайлович это дополнит. Была большая дискуссия на этот вопрос, потому что реальность, сами понимаем, почти 30 лет прошло с тех пор. Ну да, в рамках вот этого форума современных медиа «Вся Россия», это был 22-й форум, который проходит традиционно в Сочи, в Дагомесе до этого, состоялось заседание Федеративного совета Союза журналистов, где обсуждение проблематики, связанной с, скажем так, несовременностью закона о СМИ, как бы в нынешних условиях, сквозной нитью проходил этот вопрос. И договорились о создании на базе Союза журналистов России той самой площадки, рабочей группы по аккумуляции всех предложений, по созданию, может быть, уже готового текста для обсуждения. Законопроекта. Да, потому что дискуссия проходила в присутствии председателя комитета по СМИ Государственной Думы Леонида Левина. Да, и вот к такому решению на Федеративном совете пришли. И заинтересованность, конечно, в этой работе высказали практически все регионы. И, в принципе, мы, как профессиональная организация в нашем регионе, тоже готовы предложения все принять и обсудить их и направить в Союз журналистов России для учета, скажем так, нашего мнения. Вы можете пояснить хотя бы вкратце, в чем суть вот этих изменений, которые готовятся сейчас в закон о СМИ? Я вопрос задаю, ответ на который мы получим уже после небольшой паузы. Надо это время подумать. Пауза, 30 секунд, нам надо сейчас прерваться. Едем-едем дальше, Николай. Что мы едем дальше? Еще раз повторим. В гостях у нас Евгений Дрогов, представитель Союз журналистов Кировской области. Елена Урмадская, заместитель Евгения Дрогова в Союз журналистов, вот так вот я сформулирую, да, то есть руководство нашего союза профессионального. И мы говорим о грядущем в городе Кирове инфоруме. 1 ноября. Да, 1 ноября. А пока мы немножко вот вспомнили, немножко отошли назад насчет форума «Вся Россия», который прошел недавно в Сочи. И вот как раз на тему предстоящих изменений в законе о печати мы начали говорить. Да. В чем суть этих изменений? Ну, я неспроста спрашиваю, потому что мы же привыкли уже к тому, что да, если что-то меняется, законодательство наверняка чуть ужесточатся, ограничатся. Надо вспомнить историю этого вопроса. И, ну, как обычно бывает в таких случаях, старожилы-то помнят. Да, вот на Федеративном совете СЖР в Сочи многие вспоминали, что таких итераций, скажем так, подходов к изменению закона о СМИ было уже несколько. В конце 90-х, в начале 2000-х, 10 лет назад, 5 лет назад, каждый раз это ни к чему, собственно говоря, не приводило. Ну, там висели определенные уточнения, связанные с реалиями изменяющимися. То есть, было предложено все это поднять, обновить. Ну, надо сказать, что средства, как сказать, даже, скажем так, современные медиа вошли совершенно в другую стадию развития. И те реалии в средствах массовой информации, которые мы имеем сегодня, они очень сильно отличаются от того положения, которое было в начале 90-х. Слушайте, даже интернета не было тогда. Да, когда закон о СМИ принимался, никакого интернета даже тогда было. Ну, в России, по крайней мере, интернета не было. Рунет позже появился, да. Рунет появился позже, да. У нас был только тогда. Российский сегмент. Ну, я имею в виду даже глобальный. Ну, глобальный интернет был. Конечно, в Америке, да, была сеть, которая развивалась, но она чаще всего замыкалась Америкой, потом страны Западной Европы. И только в конце 90-х можно говорить о бурном развитии интернета в глобальном смысле. Но даже с этого периода прошло уже 20 лет практически. Да, и тут надо сказать, что сейчас речь идет не о корректировках в закон. Мы не сможем сейчас с Евгением Михайловичем, наверное, точно ответить на ваш вопрос, что нового. Потому что это будет вообще абсолютно новая редакция закона. Новый закон о СМИ. А над его созданием, над его работой, как раз вот сейчас только-только приступает инициативная группа Союза журналистов России и будут собирать предложения с регионов. Поэтому у нас у всех есть с вами возможность поучаствовать в создании этого закона. Я как раз хочу спросить, на инфоруме будет какая-то секция, будут вопросы? Нет, я думаю, что инфорум чисто образовательный. Это чисто образовательная площадка все-таки, да. Да, здесь еще надо, наверное, сказать о том, что многие высказывали беспокойство, связанное с тем, что если посмотреть изменения, которые в закон о СМИ вносились в последние годы, они в основном были связаны не с теми вопросами, о которых мы сейчас сказали, а скорее с некоторыми ограничениями. Да, да. Там блогеры с определенным количеством подписчиков, это же тоже все в закон о СМИ. То есть опасения, о которых я хочу сказать, они могут свестись к тому, что они высказывались в том плане, чтобы новый закон, он не ограничивал свободу слова, вот в том, как он заложен был изначально в законе о СМИ. Статья 29-я Конституции. Да, 91-го года. Свобода средств массовой информации, это уже недопустимо, да. Да, абсолютно. И здесь, конечно, без привлечения массового медийного сообщества, представителей СМИ, журналистов, в самом широком смысле слова, невозможно обойтись. Ну, то нужно еще и уточнить, да. Очень хорошо, что в нашей стране есть такая общественная организация, Союз журналистов России. И мы, как члены Союза журналистов Кировской области, часть этой большой организации, непременно поучаствуем в работе по созданию закона. Если бы не привлекали общественность к созданию таких законов, были бы вопросы. А тут здорово, что обратились к нам. Я думаю, что мы непременно и от себя что-то дадим. Можно будет проекты почитать наверняка, да, каких-то статей. Я еще хочу напомнить, когда в нашем Союзе журналистов Кировской области тоже происходили изменения, связанные с перевыборами и председателей, и правлений. Я лично в эфире «Эхо Москвы» на вопрос о том, зачем нам нужен Союз, сомневался вместе со всеми. Собственно говоря, мы искали ответ на этот вопрос коллективно. Зачем нужен сегодня Союз журналистов России? И вот те изменения, которые происходят, на которые мы надеялись пару лет назад, они, наверное, в том числе и отвечают на этот вопрос. То есть подготовка базового закона, по которому живем мы, а вместе с нами вся страна, потому что без средств массовой информации невозможно себе представить современное общество. Это тоже очень важное направление нашей совместной работы. Если уверенность сейчас, и может быть даже, где гарантии того, что именно сейчас этот вопрос будет серьезно рассмотрен, то, о чем мы говорили, что 5 лет назад предлагали, 10 лет назад предлагали изменить. Я тут, наверное, отвечу, что гарантии, во-первых, в том, что уже на уровне Госдумы этот вопрос вынесен. Вот руководитель комитета, Левин, он также является секретарем Союза журналистов России. Сам секретариат сейчас обновлен, состав его довольно молод. Председатель Союза журналистов России Владимир Геннадьевич Соловьев сам эту тему продвигает. Во всяком случае, у меня сомнений нет, что эта работа будет вестись, и она будет доведена до своего логического завершения, то есть допринятия этого закона во всех чтениях в той редакции, которая удовлетворяет современным реалиям. Так, давайте возвращаемся к инфоруму непосредственно. Вернемся к инфоруму, да. Подробнее, кто приедет, с какими темами, кого приглашаем, кого ждем. Вот смотрите вообще, на самом деле программа этого мероприятия будет готова завтра-послезавтра уже в окончательной редакции. Где будет выложена? В первую очередь мы выложим ее в наших группах в соцсетях. У нас сейчас работает группа ВКонтакте, союз журналистов Кировской области. Группа в Фейсбуке, союз журналистов Кировской области. И со дня на день начнет работу наш официальный сайт союза журналистов Кировской области. Сайт? Союза, а не инфорума? Нет, нашего Кировской области, который не прекратит свою работу после проведения инфорума. Наполнение его сейчас производится нашими собственными силами. Вот сейчас Олег Прохоренко туда будет наполнять материалами страницы. Евгений Михайлович, мы распределились. Некоторое направление у нас. И там, и там. В общем, мы программу обязательно доведем на сайте Киров.ру, опубликуем. Вообще разошлем по всем редакциям обязательно. И вот что еще, Владимир, вы спросили, очень важно. По большому счету, завтра, послезавтра, как только будет готова программа, начнется аккредитация участников на это мероприятие. Регистрация, надо сказать. Читальный зал Герц Библиотеки. Да, большой читальный зал. Я хотел сказать, что он не резиновый все-таки. Там порядка 200 человек, собственно, разместится. Так вот, регистрация будет проходить именно на сайте инфорума, в московском сайте. Там форма регистрации несложная. Но она единая для всех регионов. Да, мы укажем контакты для консультаций. Мы же, собственно, будем консультировать наших журналистов. И мы ждем абсолютно всех, вне зависимости, именно журналистов, потому что это будет профессиональное мероприятие, и города Кирова, и всех районов Кировской области. Пошлем приглашение по всем редакциям районных газет, районных телеканалов, радиостанций, всех, кому интересно. Тут нам помощь пообещал оказать замминистра информационной и политики Станислав Юрьевич Куршаков. Также от себя он приглашение везде отправит. Нам бы очень хотелось, конечно, видеть максимально широкий круг участников. И вот по темам. Программы нет, но мы уже примерно представляем. Круг вопросов, конечно же, поскольку новая у нас идет волна, обновление всего, большая часть вопросов будет касаться интернета. Новых форм работы в интернете, взаимодействия соцсетями, вообще представления своих медиа в пространстве. Традиционные СМИ в интернете, новые СМИ в интернете. Та же тема блогеров в интернете, та же тема социальных сетей. То есть есть, в принципе, условно говоря, программа, она примерно одинаковая в всех городах, меняются некоторые позиции. Ну да, варьируются спикеры, конечно. Кто-то может приехать, кто-то занят по работе и так далее. Тема примерно, могу сказать, что здесь представители от соцсетей ВКонтакте, например, присутствуют, рассказывают о работе, о том, как СМИ лучше работать именно в их социальной сети, более эффективно работать там. Эволюция авторов блогеров, тема вот такая, институт масс-медиа, РГГУ, эксперт-медиатуллбукс, приезжает Максим Корнев, например, там Юлия Загитова, секретарь, да, у нас, с южурналистов, да, у него тема медиа-тренды социальных сетей и мессенджеров, да? То есть вот тема, которая сейчас... А по-русски? Медиа-тренды? Медиа-тренды социальных сетей и мессенджеров, да? Я понимаю просто, что там обычным, далеким от журналистики людям это объяснить понятным языком. Приезжает, например, руководитель департамента СММ Комсомольской правды, да, с темой кликбейт, то есть люди, которые вот в этом, они понимают, да? Видите, Владимир, мы же говорим о том, что мероприятие будет для профессионального сообщества. Самое интересное, Волочи, понимаешь, что ты говоришь, что это переведи, приходи на инфорум, когда ты из него выйдешь, да? Я хотел бы спросить, да, обязательно на мероприятии присутствовать от звонка до звонка с утра до вечера? Я думаю, нет. Это будет следующий четверг, да? Это будет следующий четверг. То есть эфир, вот, например, могу я туда после эфира, например, в 2 часа прийти? Вы можете выбрать интересные для себя темы, и именно их и посетить, или интересных для себя спикеров. Вход и выход свободный, у тебя будет карта, покажешь, вошел, поскажешь. Думаю, что зона регистрации будет работать в течение всего дня. Нам будут помогать волонтеры в работе над этим мероприятием. Вот сейчас просто мы пришли в самый разгар подготовки его. Я думаю, что, может быть, мы и по итогам каким-то образом встретимся, поговорим. А я, на самом деле, сегодня... У нас еще есть время, да, для... Есть, конечно. У нас скоро пауза рекламная будет. Успеем до нее? Две минутки. Да, я хотела бы сказать, что мы ожидаем, на самом деле, не только спикеров, мы ожидаем приезд председателя Союза журналистов России. И на этом я хотела бы прям акцент на этом поставить, потому что Владимир Геннадьевич, конечно, фигура сейчас медийная, очень такая серьезная. И то, что он приедет в наш город, это, в общем-то, знаково для нашей региональной журналистики. Если у него получится встретиться с руководством нашего региона, будет замечательно. Во время инфорумов он как раз обязательно встречается с руководством. Обязательно встречается с губернаторами или с главами республик. Вот недавно они вернулись из Чечни. Он там с Кадыровым встречался, в Грозном. Ну, в общем-то, во всех, во всех регионах. Мы будем вообще этому очень рады. То, я смотрю, Владимир Геннадьевич, там и день рождения тоже рядом, 14 ноября. Ну, это так, к слову. День рождения, я думаю, у нас не останется, конечно. А вот то, что касается 14 ноября, я скажу, что именно в его день рождения, 14 ноября, именно 14-го будет 100-летие отмечаться Союза журналистов России в Москве. Ну, я, честно говоря, о таком совпадении только сейчас узнал. Ну, вот я тоже открыл строичку в Википедии. 100 лет Союза журналистов России исполнится 14 ноября 2018 года. Делегация от Кировской области также посетит это мероприятие. Ну, в общем, вот такую мы представляем с вами общественную организацию с большой-большой историей. А 25 ноября у него будет год, как он возглавил Союза журналистов. Да, мы ездили как раз, были на съезде, участвовали в выборах. Так, реклама у нас сейчас небольшая, полторы минуты и продолжим. Ну что, мы продолжаем беседу о нашем инфоруме грядущем, который состоится 1 ноября в библиотеке имени Герцена. Хорошо, что нашем, подчеркнули, нашем журналистском. Да, нашем журналистском инфоруме, да. Это 25-й в России вот такое вот мероприятие, которое у нас состоится. К нам приедут, вот мы уже говорили о том, что состав точный, пока спикеров неизвестен, но темы мы примерно обговорили, и вот хотел просто еще сделать акцент, почему именно. И мы сами предложили, чтобы темы больше были связаны с интернетизацией СМИ, потому что когда мы сталкиваемся в нашей повседневной работе с нашими коллегами, особенно с теми, кто работает в районах, мы сталкиваемся с тем, что они просто не понимают даже вот простых вещей, связанных вот с интернетом, да. Вот как раз мы сейчас в перерыве говорили, что многие редакции районных газет видят в интернет-сайте конкурента. Да, есть такое, да. То есть недополнительный инструмент для работы с аудиторией, для зарабатывания тех же денег, да, которые всем нужны. А видят конкуренты. Если мы будем развивать сайт, то у нас газета сдохнет, боятся они. И вот как раз вот такого рода страхи, которые есть, возникают от непонимания процесса, да. Вот спикеры, которые приедут, они могут... То есть людей нужно развернуть, заставить, взглянуть ситуацию иначе. Да, правильно, что... Образовательный компонент еще очень важный. Предложить. Но тут образовать важно еще, какие-то знания дать. Человек начинал понимать, да, суть-то происходящего, да. Это же инструмент, а с инструментом нужно уметь обращаться. Это все верно, а тем более прогресс-то ведь никто не останавливает. Мы в любом случае идем в интернет, и дальше в интернете развивается и районная пресса. Не секрет, что бумажные тиражи падают. Я не скажу, что они исчезнут совсем. Тут есть разные тенденции, разные взгляды, да. Но в любом случае нужно уметь работать и тут и там. Периодичность выхода тех же самых районных газет, она серьезно сократилась в последнее время, да. Так это как раз связано с финансовыми вопросами. Все, что касается проблематики районной прессы, эти проблемы присущи многим регионам, не только Кировской области. И мы надеемся, что во время визита председателя Союза журналистов России, мы в том числе и с руководством нашей области эти проблемы обсудим. Но принципиально-то есть понимание все-таки сохранять эту же районную прессу? Мне в этом плане, вот и мне, наверное, Елена поддержит в этом отношении взгляд, который, в частности, озвучивает и продвигает главный редактор иранской районной газеты «Отечество» Владимир Ваганов. И с ним трудно не согласиться. Он говорит, что районная пресса — это не просто канал для информирования, да, это культурное наследие, это летописец определенного места, да, определенной локации. И без районной прессы невозможно себе представить ни историю, ни культуру данного муниципального образования. Вот тут поддержу Евгения Михайловича, как раз об этом шла речь в Яранске. Мы проводили конференцию в феврале этого года. Яранской газете «Отечество» исполнялось 100 лет. Ну, сейчас многим районкам идет такое... Юбилейки. Череда такая. Да, 18-го года. Кому-то 100, кому-то 85. Кому-то 90. Однако вот эта идея того, что районная газета не может восприниматься как бизнес-проект, это не бизнес-проект, это уже действительно... Это социальный, культурный проект. Культурный проект. Это какая-то уже прямо особо охраняемая зона, особенно то, что касается районов. И если мы говорим о кальке в других регионах, о ситуации, вот опять же, приехав с этого форума современной журналистики из Сочи, с уверенностью могу сказать, что во всех регионах примерно одинаковая ситуация. Есть 2-3 региона, может быть, в Российской Федерации, там Воронежская область, еще какие-то, где районки живут несколько иначе. Лучше, 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 значительно лучше. Но это 2-3 региона в России. Это связано с финансированием из регионального бюджета. Просто с другим подходом, скажем так. Другой подход вообще, в принципе, конструкции. А Кировская область не выбивается ни в коем случае из ряда всех остальных регионов. Ситуация везде примерно одинаковая. И я не сказала бы, что у нас прямо она такая аховая по сравнению со всей страной. Это так же, как везде. Но при этом, при всем, в интернет смотреть надо, учиться работать в нем надо. И если наше мероприятие «Инфорум» поможет в этом, главным редакторам района газет, мы будем очень рады. Только главным редакторам? Вообще всем. Вообще всем. Всем, кто приедет. И журналистам. И рекламщикам. И рекламщикам. И по этой теме занятия. Вы знаете, я в этом вижу и нашу роль, как Кировского союза журналистов в Кировской области. Это еще и образовательная деятельность. Тут вообще по логике тематики выплывает целый спектр вопросов и проблем, в которых и сообщество, и союз журналистов, как профессиональная организация, обязаны просто участвовать и участвуют. Это и проблема кадров, а значит и образование, а значит и профессиональных стандартов. И профессионального общения. Да. И мы, конечно, здесь взаимодействуем с кафедрой журналистики нашего опорного вуза. Ну и хорошо, что сейчас вот на самом деле такая движуха что ли идет. Мы сегодня не первый про движуху. Это второй час. Да, вот мы, да, тоже сейчас профессионально очень тесно друг с другом общаемся во всех ипостасях. И это уже точно хорошо. Первый ноября. Это следующий четверг. Вот как раз это именно, мы еще хотели бы, почему-то, что это именно образовательная площадка. Образовательная. Здесь не будет общих разговоров каких-то, чего-либо еще. Это чисто практическая площадка людей. В куларах, конечно, мы будем общаться и говорить. В куларах это личное общение, это понятно все. Там разные темы будут обсуждаться. Есть ли еще поподробнее поговорить о людях, которые приедут? Это мы можем сделать только, когда будет готова программа. Это очень сырой вариант, поэтому рано. Общие темы, да, это факт-чекинг, безусловно, будет присутствовать обязательно. То есть как раз были бы стойковыми новостями, как проверять новости. Обязательно будут присутствовать и темы как раз на монетизации сайтов. То есть это темы, которые из города в город, они приезжают. Просто конкретно кто будет их рассказывать, специалисты из какого там СМИ или из какого там интернет-оператора. Это мы узнаем уже только в очередной середине. Актуальная модная тема, фейк-ньюс. Да, ну это безусловно. Как раз факт-чекинг, он будет совершенно обязательно, уже сказали нам точно, что Сергей Котинчук, зам исполнительного директора международной ассоциации студенческого телевидения, потому что они трансляцию будут проводить. Ух ты. Он ездит в свои трансляции, соответственно, еще и заодно учит ему разума людей, которые вокруг. Да, ну и вы знаете, вот сегодня обсуждаем, вот мы чудесный форум, который ждем, ждем, готовим. Не просто сидим ждем, а действительно действуем каждый день, что-то делаем. Но я бы очень хотела сказать, и хочу, чтобы это прозвучало в эфире. Вы знаете, в следующем году инфорум к нам не приедет. Он поедет в другие города России. В одну воронку дважды эта бомба не падает. Очень бы хотелось, чтобы такие мероприятия были регулярны у нас здесь, в Кировской области. Тем более, такая традиция у нас была. Она была много лет. Сколько у нас? Восемь лет. Восемь лет подряд. И я думаю, что это тоже тема для разговора и с Владимиром Геннадьевичем Соловьевым, и его, например, с руководством нашего региона, чтобы возрождать эту площадку. Напомню, она работала раньше два дня. Также приглашались все журналисты всей Кировской области. И обсуждались разные темы. И там были не только образовательные, но и дискуссионные площадки на совершенно разные темы. Я думаю, что и Союз журналистов Кировской области тут подключится в нашем лице. Не просто подключится, мы бы с удовольствием все это организовали. Мы бы даже организатором стали сейчас. Тут есть ряд финансовых вопросов, которые нужно решать, организационных вопросов. Ну, в общем-то, это тема для разговора Евгения Михайловича. Да, это, конечно, безусловно. Я еще хочу напомнить или сообщить даже, наверное, в первую очередь, о том, что у нас в следующем году будет исполняться 60 лет со дня образования регионального союза журналистов. Николай Ровесник? Да. В феврале ведь, да, у нас 60 лет. В феврале чуть-чуть помладше. На три месяца. Ну, тут надо сказать, наверное, еще для понимания, что окончательно сформировался союз журналистов Советского Союза тоже после смерти Сталина, да, в 53-м. Нет, в 57-м году он образовался. Нет, Сталин умер в 53-м, 5-го марта, да. А в 59-м появилось отделение в Кировской области. Но откуда возникло столетие, может, многим слушателям непонятно, были найдены документы о том, что попытка создания профессионального союза, который существовал какое-то время... России причем. Да, России. Советского Союза тогда еще не было. Да, СФСР. Это было в ноябре 1918 года. Оттуда и было принято решение отметить эту дату. На этом Владимир Геннадьевич нашел дату 14 ноября. Нашел Татарстан. Да, нашли, как интересно. Нашел Татарстан, об этом было объявлено на съезде в декабре прошлого года. Ну, всем понравилась круглая дата, почему бы не отметить. Обновление Союза, при этом 100 лет. Приятно работать в организации, которой 100 лет. Конечно. Тем более. Времени не так много остается, так приглашения уже рассылаются, да, по идее? На регистрацию? Завтра, послезавтра мы официально дадим старт. Мы будем рассылать, когда у нас будет уже на руках программа согласованная. Хотя предварительная информация о том, что у нас пройдет такое мероприятие, мы давно... Давно давно. Как только у нас договоренность предварительная была достигнута. В июле. С Союзом журналистов, да, мы сразу этой информацией поделились. Ну, на самом деле, я думаю, Владимир, что недели будет достаточно для того, чтобы все желающие смогли зарегистрироваться. Да, и об этом говорят нам и организаторы по практике проведения в других регионах. То есть недели вполне будет достаточно для того, чтобы провести регистрацию. Конечно, если бы свободная видеотрансляция была налажена всего дня. Свободная видеотрансляция будет всего дня. Будет? Да, будет. В обязательном порядке. Прямой эфир. Вот как раз этот товарищ Сергей Косинчук, кто для этого и... А, понятно. В общем, на группе Союза журналистов России и в Фейсбуке, и в ВКонтакте. То есть техническая возможность тоже будет обеспечена. Да, и мы сейчас именно этим занимаемся. Так что можно будет посмотреть. Зеленое количество камер, посмотреть. Да, технические требования. Все, все, все. Только нужна вот эта вот возможность техническая. Просто конец недели в тех же районах. Районки же надо готовить к выходу, да. Кто-то все равно не сможет приехать при большом желании. Те посмотрят в интернете. Кто не сможет. А мы со своей стороны техническую базу все готовим. Ну и у нас пара минут буквально остается. С 1 ноября инфофорум. Давайте хотя бы о планах еще вкратце поговорим. Что до конца года еще, Евгений Михайлович? В рамках Союза журналистов Кировской области. Ну вот стараниями Киров.ру и Елены Анатольевны хотим запустить полноценный сайт Союза журналистов Кировской области. Вот-вот он заработает. С адресом cgko.ru Верно. Да, и та программа обновления и программа преференций для членов Союза журналистов, которая была анонсирована еще в прошлом году на съезде, и которая обрастает уже реальными, ну мясом, так сказать, начинает обрастать. Мы вот эту всю информацию тоже будем обновлять и выкладывать на сайте, чтобы не только с точки зрения решения профессиональных вопросов, наш Союз был привлекателен, но и с точки зрения каких-то практических, житейских моментов. В общем, всю информацию читайте на нашем новом сайте, смотрите внимательно за анонсами, участвуйте в конкурсах журналистских работ, которые там также будут размещены. Мы работаем, мы тут, мы рядом. Наши группы в социальных сетях и ВКонтакте, и в Фейсбуке, Союз журналистов Кировской области. Минуты буквально еще есть. Наша коллега Анна Лапшина, которая за пределами студии находится, она говорит, что наши слушатели интересуются, в чем практическая польза этого инфорума для жителей города и области. Я пишу Анне ответ, объясни, пожалуйста, слушателю, сама, сравни нашу работу с врачами, вот так уж я, как-то уж, высокопарно. Повышение профессионального уровня журналистов, соответственно, повышение качества выпускаемого продукта. Меньше косяков, извините меня, меньше фейковых новостей. Все верно. Достоверность информации, оперативность информации. Доступность повысится, если люди начнут активировать. Взвешенность, разнообразие точек зрения для того, чтобы вы смогли сформировать. Отсутствие фейк-ньюс. И больше каналов для ведения информации, да? Все верно говорим. Все правильно говорим. Вот она, практическая польза. Это все для вас, слушателей, читателей, зрителей и так далее и тому подобное. Мы работаем над своим профессиональным уровнем, стараемся его повышать. Конечно. Ну что, на этом наше время истекло. Большое вам спасибо. Спасибо нашим гостям, Евгений Дрогов, Елена Урмадская. Мужской понедельник на этом завершен. Через 20 минут слушайте особое мнение. Бизнесом Бутсмена в нашем регионе Владислава Попова, ведущая Светлана Занько. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова